дорогие друзья я как всегда рада приветствовать вам канале всех единомышленников сегодня в этом небольшом ролике я хочу немножечко просветить всех тех кто возможно никогда не был европе и мало себе представляет вообще как устроена евросоюз и что вообще там сейчас происходит просветить о тех выборах в европарламент которые сейчас прошли и объяснить вам насколько они важны что там вообще произошло и чего ожидать очень много в интернет пространстве сейчас ходят как говорится отзывов и различных аналитики по поводу этих самых выборов европарламент которые на мой взгляд были наиважнейшими и они прошли сейчас 8 и 9 июня по всей европе я тоже ходила голосовала и считаю что это важно что каждый человек должен обязательно голосовать и обязательно показывать свою точку зрения отказываться от голосования бесполезно безусловно адекватные аналитические мыслящие люди понимают что нет плохих и хороших что и в рядах тех за кого голосовала я вовсе не святые люди вовсе не ярые пассионарии которые только спят и видят чтобы улучшить мою личную жизнь да это все понятно но из всех зол мы выбираем наименьшее зло и как говорится надеемся на то что ну хоть какие-то подвижки будут и я уверена причем я даже не надеюсь я уверена что подвижки будут потому что все таки в любом случае идет передел как говорится вот каких-то глобальных систем управления в мире он идет он виден и заметен и происходит он к причине того что все таки несмотря на что частично должна сказать что частично все таки демократия в плане того что есть в европе вот какие-то такие свободы права людей которые защищаются которые отстаиваются и демократия в плане выбора реального выбора своего правительства да пусть там нет как говорится святых людей да но вот факт того что европейцы реально выбирают я в это верю я верю потому что я вижу что кого мы выбираем и кого общая масса людей с кем бы я ни поговорила за кого она голосует то это побеждает обычно поэтому если как говорится побеждает тот или иной кандидат то я уверена что это правда что не было ничего там как-то сфальсифицировано да подтасовано что зачастую именно вот европе тут действительно ну реальный выбор другое дело что понятное дело из всех кандидатов нам никогда не предоставит какого-то знаете вот такого святого мессию который только и будет спать и видеть о том как улучшить каждую из нас каждого из нас жизнь да нет безусловно каждый кто идет сегодня в политику идет туда ради наживы и ради каких-то своих ну возможно сугубо личных целей да какой-то карьеры а возможно и реализовать какие-то свои планы вот такие эгостичные да какие-то эгоцентричные вот стать каким-то оратором знаменитой личностью там двигать какими-то масштабными территориями какими-то значит силами обладать да вот властью понятное дело что это все есть но но опять же повторюсь идут сдвиги и я уверена что эти сдвиги в какой-то степени создадут все-таки более благоприятные условия и ну выразят выразят то а чего в общем чего реально сейчас хочет население европы почему я в этом уверена потому что я вижу что победили это в основном конечно же правые партии правые партии в европе для всех кто до сих пор еще не понял это партии в основном консервативные консервативные партии которые выступают с повесткой антиглобалистской почему они сегодня так масштабно выиграли мы сейчас с вами обсудим до этого в европе очень долгое время особенно в европарламенте правили леваки а вот эти самые либералы вернее как бы ну это такое какое-то либерально социал демократическое такое общество которое в общем-то взяло верх и правило и насаждало различные очень глобалистские так скажем тенденции начиная от лгбт от прав лгбт которых нам тут втюривали безусловно в какой-то стране европы больше в какой-то стране меньше но в италии это не очень сильно всегда шло в более северных странах более благополучных еще я знаю что там еще сильнее шла повестка в том числе в школах там детских садиках и так далее люди очень от этого устали людей это обычных людей в массе это конечно очень напрягает это людям не нравится да вот эта сексуализация детей с раннего возраста как бы там либералы это все не продвигали не нравится это людям ну не нравится дальше значит я знаю что вот эти вот опять же во многих странах эти либералы либералы социал-демократы как хотите так называйте да вот вся эта значит шайка они продвигали естественно экологизм то есть создание платформ для урезания чрезвычайных прав и свобод значит различные соц рейтинги co2 выбросы до отсчет подсчет всех ваших выбросов co2 значит те же самые qr-коды цифровизации те же самые локализации это все леваки и которые правили до сих пор до вот этих дней даже все что касается в основном конечно же миграционной повестки всех африканцев сюда к нам раскроем объятия для всех это прям вот опять же леватская позиция и политика и они именно создали вот этой политикой абсолютно нерегулируемые миграции бесконтрольной миграции людей из африканских стран и стран третьего мира они создали конечно недовольство обычных европейцев да и безусловно поэтому в том числе в основном поэтому правые партии сегодня в европе одержали верх на выбор европарламент потому что они во многих странах в италии уже два года как правят достаточно правая такая очень кардинально правым уклоном партия и сама джорджи милоне наша премьер-министра на очень правых взглядов антиглобалистских но она мало что может сделать пока мы находимся в европе пока европарламент ей диктуют какие-то определенные вещи то есть например очень многие спрашивают почему италия принимает а вот почему мы не можем взять и закрыть порты взять и закрыть все границы и не пускать в море плывущие эти лодки нагруженные этими черными мигрантами которые потом же здесь творят беспредел значит насилуют грабят убивают все что угодно да вот весь этот ужас кошмар который они творят там наркотики и тому подобные вещи все это делают те кто плывут сюда да вот эти вот дикие страны неблагополучные страны и конечно же они привыкли там жить вот в таком диком мире и безусловно приезжая сюда они все это сюда несут несут свою культуру бескультурия вернее а не культуру да вот этот свой какой-то строй абсолютно дикий и бескультурный несут свой 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 радикальный ислам еще раз повторю именно радикальный ислам в общем я у меня по этому поводу уже очень много есть видео так вот если если бы европа европейские страны по отдельности могли бы что-то сделать то было бы конечно намного проще но вот у нас не могут что делать потому что есть есть пч и этот самый есть пч суд по правам человека который в общем то всей европой правит можно сказать да и нельзя нарушать эти права человека якобы по этим законам в море когда находятся люди их нужно вылавлять и вот где они находятся на территории чего государства вот туда их и нужно принимать если вот плывут на лодке значит вот 300 человек нагруженных этих негритосов в этой лодке и их в водах приграниченных с италии значит обнаружили то вот эти вот большие гигантские корабли которые там патрулируют воды они обязаны по закону спч их выловить и обязательно их взять в италию или там испании или великобританию или там где их там значит нашли да то есть невозможно им отказать именно потому что есть законы моря и по этим законам вот люди которые в воде находятся в море в океане там где угодно их нужно вылавливать и спасать и вот на эту территорию доставлять здесь они они что делают они топят паспорт свой в море и они говорят а я вот я там не знаю с какой страны вот сами угадывайте то есть их невозможно депортировать с ними ничего невозможно сделать они просят убежище дальше кто-то остается в италии кто-то идет пешком в другие были благополучные страны в германию во францию многие идут во францию потому что они говорят по-французски из бывших французских колоний из африки да многие идут в германию многие идут в великобританию потому что там лучше субсидии вот это все значит государство которых содержит дает им различные там пособия да и они идут туда и все вся вот эта ливацкая политика она конечно достала безусловно достала европейцев то есть жить так становится невозможно то есть люди понимают что они мы уже боимся выйти на улицу нападают насилуют грабят творят тотальный беспредел кроме того что еще и ну портят наши памятники культуры архитектуры да там я уж извиняюсь сутой срут в фантазии да посреди площадей но ужасные вещи творят потому что это ну дикие люди абсолютно дикие они приезжают вот из этих диких стран и естественно сейчас победили правые потому что европа захлебнулась этими мигрантами захлебнулась устала и люди больше у них нет просто сил значит в италии как я уже сказала победила партия фратели деталия братья италии в главе с жорджи милоне правая партия в испании победила пипи вот это партии до популар то есть это не экстремально правая но такая правоцентричная партия значит ну во франции победила ли пен да это достаточно экстремально правая потом в германии афди тоже экстремально правый и в австрии фпо партия свободы но еще во многих других европейских странах победили именно консерваторы то есть правой партии который выступает против повестки мигрантов который выступает за закрытие всех границ европы за спасение европы как вот какого-то такого эдема в который нельзя опускать всех подряд потому что это сейчас у всех на устах люди устали от этого дальше эти правые партии которые сейчас победили которые сейчас в большинстве пройдут европарламент они выступают против повестки экологизма как я уже сказала да против всех вот этих внедрений отслеживания людей цифровизации co2 выбросы в италии особенно они выступают за продвижение made in italy то есть всех продуктов созданных на итальянских полях да это естественно и овощи и фрукты итальянские это итальянские оливковое масло моцарелла сыры прошу то да мясные все изделия то есть коровки яички молоко в общем-то за вот все это натуральное естественное здоровое за все это выступают наши консервативные правые партии то же самое и всю эту повестку несут правые партии других стран европы сейчас европарламент поэтому намечается вот такой радикальный поворот из левацкого вправе значит в консервативное общество общество где будут каким-то образом начинать ставить палки в колеса продвижение повестки лгбт хочу сказать что это вовсе не значит что начнется какое-то прям такая резкая рестрикция начнутся какие-то резкие там запреты вплоть до как например в россии да уже экстремальные вещи когда например лгбт объявляют террористической организации безусловно европе такого не будет здесь все люди между собой равны здесь каждый человек имеет права и свободы поэтому естественно никто никогда здесь не будет запрещать и каким-то образом наказывать сажать судьбу или там объявлять больным то есть такого здесь не будет но идет именно уклон в сторону запрета сексуализации детей распространение на пропаганда лгбт смена пола уроки всяких трансгендеров в школах в общем вся вот эта повестка у нас в италии джорджи милони как только пришла уже два года назад она постаралась сделать все что могла как говорится да и у нас она запретила геям значит пользоваться суррогатным материнством и тем самым безусловно очень сильно ограничила их в правах но они тут-то возмущались ходили бы вставали но опять же если большинство с этим согласно да а большинство согласно потому что людей напрягает вот эти значит видеть двух мужчин которые растят детей конечно здесь есть про и знаменитых людей которые за на полой паре которые оправдывают это которые говорят что главное чтобы ребенок рос в любви да но вот у нас джорджи милони она стоит против суррогатного материста потому что именно этим суррогатным материстом пользуются гей пары которые рождают себе детишек вот так вот на заказ и в общем то потом все это очень странно выглядит да и вот наш вице-министр вице-премьер-министр матео сальвини он уже выкладывал видео фото или видео на своем инстаграме он тоже из команды мелони из правительства которое назначало мелони да и он тоже говорил о том что это ужасно что на это невозможно смотреть что это доходит уже до издевательства на новорожденных да то есть вот такие вот мамаши или папаши как назвать непонятно которые значит ради лайков там ради просмотров вот так вот себе оплачивают суррогатного материста делают ребеночку на заказ и потом просто ну это какое-то издевательство уже это уже совершенно ненормально нездорово и но это нужно запрещать но опять же повторюсь радикального ничего здесь не будет европе то здесь они стараются каким-то образом ограничить пропаганду но доходить до экстремальных вещей там запрет объявление лгбт какими-то там террористами этого конечно не будет точно также как не будет как ожидают возможно многие пророссийски настроенные в конфликте с украиной люди не будет в европе опять же яркого перехода в связи с приходом консервативных и правых партий не будет яркого перехода на сторону россии потому что европа осуждает в любом случае в том числе и консервативные правые партии все в один голос осуждают любом случае любую войну воевать они не хотят и максимально что за что они выступают это за перемирие за переговоры против отправки оружия да но не в поддержку диктатур не в поддержку войн поэтому вот есть возможно кто-то кто надеется что есть какие-то пропутинские партии там проплаченные кремлем которые сейчас европе вот придут там что-то начнут в общем-то вести какую-то работу да и что европа встать на сторону россии этого тоже не будет кому-то это приятно слышать кому-то это неприятно слышать этого не будет потому что даже достаточно ярко настроенные в консервативном плане да против лгбт и так далее тому подобное за традиционной ценности вот даже так ярко настроенные партии правоцентричные они не выступают в поддержку открытую поддержку россии ну а как первая уже весточка и первая новость которая пришла как говорится донеслась после выборов европарламент вот интересная новость после того как правый взяли верх вдруг начали также и суды переходить на правую сторону сейчас мы видим как меняются какие-то стандарты и вот значит первые звоночки уже после победы правых на выборах в европарламенте знаменитая пловчиха или пловец я не знаю как озвучить трансгендер мужчина-женщина бывший мужчина который переделался в женщину лия томас зовут его и вот этот трансгендер пловчиха проиграл суд проиграл дело в суде и не поедет на парижские олимпийские игры хотя хотел или хотела поехать вот этот самый суд значит спортивный арбитражный суд постановил что международные правила плавания запрещают трансгендерам соревноваться с женщинами в элитных соревнованиях то есть вот этот мужчина мужик вот такого гигантского телосложения который почувствовал себя женщиной и решил значит стать женщиной и участвовать женских соревнований по плаванию безусловно занимая все первые места его не допустили и он не поедет на олимпийские игры вот это первые звоночки уже смены как говорится тенденции ну что ж вот в общем то весь обзор вкратце моими словами так все просто хотела вам объяснить многие возможно не знают не представляют там живя где-то в россии да или в какой-то другой из наших постсоветских стран хотел просто вам это донести то что происходит у нас да и вот такую небольшую аналитику сделать спасибо вам всем за лайки за репосты я призываю вас обязательно подписаться на мой телеграм-канал новый мировой порядок сопротивления где вас всех жду мы там все с вами обсуждаем в прямом эфире как говорится переписываемся и обсуждаем различный процесс который в мире происходит все ссылки на мои соцсети под этим видео до встречи друзья